Детский психолог Татьяна Ночкина Начну, наверное, с актуального. На носу учебный год. Несмотря на то, что еще дети и родители отдыхают, все-таки осталось не так много. Для кого-то этот учебный год будет первый, для кого-то последний, для кого-то экзаменационный, для кого-то просто очередной. Но так или иначе, всем детям придется учиться и приносить домой оценки. А всем родителям волноваться за успехи любимых детей в учебе. В связи с этим вопрос. Стоит ли поощрять детей за пятерки деньгами? Мой ответ – нет. Категорически нет. Потому что, объясню, с чем связано. Ребенок теряет мотивацию к учебе. То есть весь мир ребенка, который наполнен таким счастьем, радостью, он переходит в режим товарно-денежных отношений. Вот. Ему его не интересует в этот момент сама учеба. Ему он сосредоточен на том, как получить деньги от родителей. Как получить? А где еще? И у него смещается фокус внимания с учебы, смещается на то, как добыть от родителей денег. Еще, кстати, сразу это надо отметить, такой важный момент. Ребенок, когда учится за деньги, которые дают ему родители, у ребенка формируется внутреннее ощущение, что я учусь не для себя. Смотрите, что происходит. Это вот как раз то, что не видят те родители, которые платят деньги детям. Что происходит? Ребенок внутри. Мне учеба не нужна. Почему? Потому что моя учеба, она важна для мамы и папы. Папа ходит на работу, мама ходит на работу, и они даже готовы мне платить деньги за то, чтобы я учился. Чувствуете, да? То есть наша задача родителей воспитать целостную личность, чтобы ребенок понимал, что я хочу выучить китайский, я хочу выучить английский. Для чего? Это как какой-то навык, который ему даст больше свободы. Общение с другими людьми, которые разговаривают на другом языке. А здесь родители забирают вот эту возможность что-то выучить ради того, чтобы стать свободнее. Он забирает вот это вот у ребенка стремление. И вот берет и говорит, вот деньги, смотри, деньги. Вот деньги, вот смотри, видишь деньги? Смотри, ты можешь это купить, можешь это купить. Вот учись только ради этого. И у ребенка раз и захлопываются все другие возможности. Понимаете? Я в чатиках родительских читала такой комментарий от мамочки. Она говорит, что поощряя ребенка за отличные оценки, я тем самым готовлю его ко взрослой жизни. Я учу его зарабатывать деньги. И она считает, что это правильно. И насколько действительно вот этот аргумент, что родители тем самым ребенка готовят ко взрослой жизни, насколько он верен с точки зрения воспитания детей и психологии в целом? Смотрите, чтобы ответить на этот вопрос, давайте представим нашу взрослой жизни. Все мы были маленькими, учились в школе, и в какой-то момент мы стали взрослыми. Нам исполнилось 18 лет, мы отучились в институте, и мы можем идти на работу. Обратите внимание, хоть у двоечников, хоть у пятерочников, хоть у троечников, хоть у четверочников, у нас возникла потребность зарабатывать деньги. Мы ощутили, мы получили первую зарплату. Мы поняли, что мы можем покупать одежду, мы можем покупать какую-то технику, мы можем путешествовать, мы можем позволять себе какие-то вкусности больше, например, даже больше, чем мы получали, когда жили с родителями. И мотивация включается просто автоматически. Понимаете? И способность ребенка медленно трудиться, сосредоточенно впихивать в себя, в голову, вот эти знания, сосредотачиваться, это позволяет ему, о, есть еще должность, чтобы у меня была эта должность, мне надо сейчас позаниматься, финансовый аналитик или еще что-то, надо пойти на какие-то курсы учиться. Он понимает, что ему никто за это платить не будет. То есть он в будущей перспективе получит большую должность. Понимаете? Как выжить, как учиться, как заниматься этим процессом учебы, если родитель ему сказал, если тебе не платят, сынок, не занимайся этим. Понимаете? Хорошо, с деньгами понятно. То есть это все-таки деньги – это для мира взрослых. А поощрять подарками, какими-то, может быть, походами куда-то, куда давно хотел ребенок, это тоже плохо? Смотрите, смотря, как это представляется. Вот если родитель, значит, ребенок у нас учится, 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 и вдруг он, значит, получает там пятерки, четверки, троек нету, и родитель подходит к нему и говорит, так, ты вообще прям на отлично закончил, смотри, в дневнике одни пятерки, вообще прям здорово, классно, я тебе сейчас сделаю подарок. Либо подарок большой покупает, либо куда-то ведет, либо какое-то путешествие. Вот эта позиция, да, что вот пятерки, она провальная, так нельзя делать, да? Потому что, смотрите, что мы делаем? Наша же задача родителей – поднять самооценку ребенка. Нам нужно, чтобы ребенок вышел из нашего родительского гнезда, вылетел уверенным в себе человеком, да? Чтобы его самооценка была высокая, чтобы он понимал свою ценность, ценность людей, которые его окружают. И здесь, в этом случае, родитель говорит, вот смотри, результаты есть, результат получил, и я тебя ценю за эти результаты, и держи тебе вот такой вот подарок. А смотрите, тот же самый подарок, тот же самое путешествие, то же самое денежное какое-то вознаграждение, в том числе, да? Когда родитель говорит, слушай, у тебя такой был трудный год учебный, у тебя, смотри, геометрия с трудом шла, у вас там по истории учительница поменялась, пришла такая, что там, ты обрати внимание, все пятерочники просто съехали. У тебя-то там была тройка, а ты вообще даже на четверку поднял. Я видел, как ты весь год, вместо того, что там посмотреть очередной фильм, я видел, как ты сидел и географию зубрил. Знаешь, мой дорогой сынок, знаешь, моя дорогая девочка, ты так славно потрудился в этом учебном году, я думаю, что тебе нужно хорошенечко отдохнуть. А поехали-ка мы с тобой на море, пусть мой будет подарок за твой труд, который ты вот внес в этом учебном году. Обязательно сравнивать с прошлым годом, обязательно вот ценить. И ребенок это воспринимает, знаете, какой я сильный, какой я мощный, я так могу сосредотачиваться, я могу двигаться к цели, понимаете? И мы, получается, не обнуляем вот эти вот оценки, но и не возводим их в такой вот, знаете, как, о, одни пятерки, то есть это прям здорово, а мы просто говорим, что это показатель твоего труда. И вот это очень хорошо ложится ребенка, потому что он возвышается в своих собственных глазах. То есть я правильно понимаю, что ребенок не должен этого ждать, ну вот этого поощрения, вот этого конца четверти, да, вот этих отметок в дневнике. Точно, точно. А родители некоторые, смотрите, что делают. Видят, ребеночек там начал хуже учиться, меньше читает, и они что говорят? Ты давай учись, в конце года получишь пятерки или там четверки только, и мы тебя на море отправим. Нет, это ошибка. Это ошибка, потому что это попытка вот подкупить ребенка, да, попытка такой, шантаж такой, знаете, красивый, да, то есть давай учись и помни о том, что мы с тобой поедем там на море. Некоторые родители прямо в открытую говорят, то есть они берут, объявляют специально, и на протяжении всего учебного года, как только ребенок чуть-чуть снизился, нет, на море не поедешь, не поедешь на море. Это очень знакомо, я думаю, не только мне, а многим. Вот в связи с этим хочется поподробнее остановиться на двух понятиях вот поощрения и мотивация. Когда мы говорим о подарках за оценки или за какие-то победы на Олимпиадах, получается, из ваших слов я понимаю, да, что здесь само поощрение для ребенка становится мотивацией. Так это или не так? Когда идет, когда родитель берет какое-то поощрение, вы имеете в виду, да, его выставляет ребенку, ты получишь вот это, если, да, то есть такое условие ставится. Да, конечно. Но я хочу сказать, это не является для ребенка, вы знаете, там такой прям вот силищий такой, что он такой внутренний, о, море там, да, или там поездка куда-то, и он такой, все, я буду теперь работать, учиться. Это происходит два-три дня максимум ребенок, а дальше он становится просто ребенком, понимаете? И вот уже вот это поощрение в этом случае родители используют как такой способ именно, давай, смотри, а то не поедешь. Да, то есть как наказание такое, я тебе не дам, смотри, я тебе конфетку показала, показала, именно показала, да, и если ты не выполнишь вот там неполучших этих пятерок-четверок, то я у тебя эту конфетку заберу, понимаете? Ребенок очень нервничает, он не понимает, то есть он начинает связывать свою учебу, то есть родители же хотят добро сделать, они же хотят, им же тоже важно, чтобы ребенок поехал на море, это и здоровье, допустим, да, или чтобы ребенок отлично провел время в каком-то торговом центре, какое-то мероприятие там развлекательное. Родителю самому хочется, а получается, это искусственно. И родитель страдает, он не может дать своему любимому чаду развлечения, да, и он должен идти вот по этому направлению и наказать. И вот очень много родителей, кстати, обращались вот на консультацию, говорили, что делать ребенку, вот мы ему пообещали в начале года, что если хорошо, закончит учебный класс, и он не заканчивает хорошо, да, и тройки есть там, и четверки есть, и он говорит, ну, все, мне сказал, мне надо выполнять это, вот, то есть сами расстраиваются. Давайте сейчас для родителей создадим такую инструкцию, ликбез, да, все-таки действительно что делать, потому что не все могут дойти на консультацию к психологу по разным причинам, да, с вот с этой проблемой. Поощрять нужно, да, но где та золотая середина, и как поощрять правильно? Как, чем? Зависит ли формат поощрения, может быть, от характера ребенка? Смотрите, формат поощрения зависит от того, вот если мы будем говорить, там, ребенок у нас 14 лет, и формат поощрения ребенку будет зависеть, что к 14 годам привел, к чему приучил родитель. И если родитель на протяжении долгого времени давал деньги, или там давал подарки за каждую, да, там, оценку хорошую, да, или сразу же куда-то ребенка вез за хорошие оценки, то ребенок, пришедший там к 14-летнюю, ему неинтересны будут какие-то другие предложения. То есть вы уже будете общаться с ребенком только на том уровне, к которому его приучили, да. Это о подростках, да, мы говорим. Но если мы начинаем только-только формировать, у нас ребенок пошел первый класс, все основано только на том, на восхищение качествами, которые развивает в себе ребенок в процессе обучения. И как я вот уже говорила ранее, но давайте еще раз приведу такой пример. Вот вы видите, ребенок взял книжку и сидит за книжкой, да. Допустим, ну вот еще там начальная школа. И он сидит, читает. И вы подходите к нему и говорите, слушай, как здорово, ты становишься старше. Ты выбрал вместо того, чтобы сейчас мультики смотреть, ты выбрал прочитать вот там стихотворение или прочитать рассказ. Ты понимаешь, что у тебя завтра литература, там, чтение, да, и тебе нужно к нему подготовиться. Похоже, ты становишься старше и учишься быть ответственным за свои уроки. Понимаете, что важно? То есть наше поощрение для ребенка – это все время проговаривать, какие качества он сейчас проявил. И обязательно в завершении такое честное восхищение, да. Ты знаешь, здорово. Ты знаешь, я, например, если родитель вспоминает себя, я, например, в 9 лет, чтобы вот так вот сесть и там прочитать книгу, я, нет, я сама не могла это сделать. Меня только родители гнали, допустим, да. Родители рассказывают свою историю. И ребенок-то, ах, вот я какой. Оказывается, это вот так здорово, вот уметь вот так вот выключать телевизор и садиться читать книгу. Понимаете, да, что мы делаем? В идеальном мире, конечно, да. Вот действительно, я думаю, что и дети такие есть, и это все реально. А если, ну, ни в какую ребенок не берет эту книжку, завтра у него литература или там русский язык, или контрольный по математике, он не садится за учебник, убираться не хочет, да, например, отойдем от учебы, убираться не хочет, там, бабушку навещать не хочет старенькую. Вот что делать, как его? Поэтому, наверное, и решают, да, эту проблему деньгами. А что делать-то, если не... Смотрите, это, то, что я сейчас рассказала, это не идеальный мир родителя. Вообще идеальных отношений между детьми и родителями вообще не существует. Ну, не существует, да. Потому что сам ребенок, развитие ребенка заключается в том, что вот даже все-все-все идеально, а по возрастам ребенок идет, и он все время выкидывает какие-то поведенческие, да, у него идут такие действия, которые вот выводят родителей. Они абсолютно неправильны, да. То есть это опять все, чтобы по-новому обустраиваться. Поэтому идеальных отношений вообще нет. Смотрите, то, что вопрос вы сейчас сказали. Если родитель подошел, опять, какой это возраст, если вот ребенок не берет учебник, вот он не хочет ничего брать, если у нас это мама пятиклассника, шестиклассника, семиклассника, то какой мы делаем вывод? То есть родитель не постарался в начальной школе, чтобы ребенок научил учиться. Скорее всего, а как это обычно бывает, начальная школа, родитель присутствовал во всех занятиях, которые присутствовали в школе. Презентацию с ребенком готовил, проверял, приходил домой, делал уроки постоянно с ним до 12 ночи. И в пятом классе, в шестом-седьмом, родитель вдруг хочет, чтобы ребенок взял литературу, историю взял, сам почитал, отказался. Такого не будет. Такого не будет. Отпускать на самотек? Нет, нельзя. Родитель по закону Российской Федерации обязан обучить ребенка, чтобы он учился в школе, дать ему образование. И поэтому, если вот прям ребенок забрасывает учебу, и он не учится по литературе, по истории, по географии, вообще ничего не делает, а у него выходит двойка, то родитель переходит на наказание. Но оно своеобразное. Как родители привыкают? Они, например, говорят, кто-то ремнем лупит, то есть за оценки, если плохие, чтобы образумить ребенка. Кто-то ругается, кто-то кричит. Это все то, что вот, ну, это не работает. Либо, ну, хорошо, эту двойку он исправил, да. За следующий тоже будете бить, да. То есть это такое, знаете, это вот... Сейчас сработало, ребенок привыкает уже к этому. Ну, перетерпел, ну, ударили его, ну, накричали на него, да. И дальше идут больше двойки. А здесь наказанием является ограничение ребенка в тех благах, которым он пользуется. Современным детям это компьютеры, телефоны. И, вы знаете, это делается так мудро. Когда родитель подходит к ребенку, обязательно нужно смотреть, как ребенок учится. Но не то, что, знаете, сегодня, вот каждый день. Ты сегодня сделал домашку, ты сегодня там сделал там какое-то там задание, да. Задача, знаете, родителя поверхностно наблюдать, да. Тем более, если мы говорим о пятом, шестом, седьмом классе. Поверхностно, да. Идут какие-то оценки. Периодически там посмотрели, слушайте, ты что-то двоек нахватал много. Смотри, у тебя не получится оценку получить, да, не тройку. Ты давай, пожалуйста, хотя бы там на тройку выведи, чтобы не оставаться, да, не ходить в каникулы. Вот. Если ребенок никак не реагирует, а ребенок когда не реагирует? Вот смотрите, он пришел из школы, он там двойку получил, а у него дома компьютер стоит. Наш ребенок что делает? Он кинул свой рюкзак, пошел, включил компьютер, ушел в мир вообще онлайн. Его в этом мире нету. Понимаете, он не помнит, что там у него двойки, когда заканчивается четверть, он ничего не помнит. И вот в этот момент родители, давай-ка, сынок, иди ко мне. Или там дочь, давай, иди ко мне. Давай поговорим. Да? Ребенок отходит от компьютера, и мама начинает разговаривать. Или папа. Слушай, смотри, двойка, смотри, сколько нахватал, тройка не выходит. Смотри, давай-ка, у тебя неделька на то, чтобы разобраться с этими двойками. Потому что вот сейчас, получается, ты приходишь домой, играешь, потом идешь гулять, да, там потом на какие-то кружки, у тебя учеба выпадает. То есть что-то надо убирать, сокращать либо гуляние, либо компьютер, да. То есть надо что-то сокращать, чтобы у тебя было время на учебу. Смотри, недельку мы тебе даем сейчас. Вот в течение этой недели, если справляешься, исправляешь двойки, пусть тройка будет, да. То есть твоя задача двигаться, заканчивать там класс, не обязательно четверка-пятерка. Получаешь, исправляешь эти двойки, получаешь там четверки-пятерки, давай посчитаем, обязательно надо родителям помочь, давай посчитаем, сколько тебе четверок-пятерок надо получить, да. Вот. То как бы без вопросов, все остается как сейчас. Если через неделю остаются также двойки, или ты еще набираешь двоек, нам придется с папой подкорректировать твое времяпровождение. Похоже, ты не научился рассчитывать, сколько времени надо на игру тратить, сколько времени на гуляние, да, сколько времени на учебу. Понимаете, да? То есть правильное наказание, это такое, скажем, наказание не в моменте, да, а, во-первых, родители должны предупредить, да, ребенка, что если там не будет тройки, а останется двойка, то тогда будут приняты какие-то меры. Конечно. И смотрите, так как мы родители, мы должны знать очень важную вещь, да, мы более зрелые, более взрослые, глупо рассчитывать на то, что после такой фразы ребенок такой, о, мне осталась неделя, вот там сейчас я все там, вот за эту неделю я быстро получу, там быстренько все исправлю. Если родитель не пользовался этим методом от слова «никогда», да, а все время контролировал ребенка в учебе, сам вот все время, да, весь начальный класс и пятый класс, то ребенка не сработает. И эту всю неделю ребенок продолжил играть. Еще нахватает двоек по этому предмету, понимаете? Но в чем заключается мудрость родительская? Проходит эта неделя, пятница, допустим, и родитель, ребенок опять прибегает, кидает портфель, садится за компьютер играть, а мама ему, дружочек, ну-ка давай ко мне, давай-ка поговорим, да? Они садятся там на кухонке, мама говорит, смотри, помнишь, мы с тобой разговаривали на прошлой неделе, пятницу, помнишь, я тебе говорила, у тебя по истории двойка выходит, как у тебя успехи, что-то удалось исправить? Ну, мам, ну давай посмотрим дневник, посмотрим, раз там еще одна двойка, раз вторая двойка. Смотри, я почему тебе говорила вот об этой неделе, мне было очень важно посмотреть, насколько ты можешь распределять свое время, насколько ты это умеешь. Слушай, ну эта неделя показала, что нет, ты не справляешься с тем, этому надо учиться. Смотри, я тебе сейчас помогу, поэтому, смотри, сегодня тебе, давай так, сегодня там, ну допустим, суббота, воскресенье, я тебе оставляю компьютер, ты можешь его использовать, пожалуйста, играя, все как обычно, ничего не меняется, в понедельник еще идешь в школу, мы еще один, смотрите, еще один шанс даем, да, в понедельник, только мы что делаем, то у нас неделя, а тут мы даем один денек, цикр. Смотри, у тебя есть понедельник, как раз у тебя там, прям смотрите, прям все конкретно проговаривают, смотри, у тебя в понедельник история как раз, тебе надо, что надо тебе сделать, чтобы у тебя там появилась четверка или пятерка, да, какая-то другая оценка, он, ну мам, ну мне там надо вот, мне надо выучить вот этот, давай посмотрим, какой конкретно, давай, подожди, вот ты же, если бы до этого мог бы, ты бы сделал, сейчас пока не получается, давай прям конкретно, ну вот этот нам параграф задали, вот его надо пересказать, сможешь к понедельнику? Ну в принципе смогу, он, нет, не смогу, слушай, смотри, сейчас пятница, сейчас суббота, воскресенье, это получается, за три дня ты не сможешь этот параграф прочитать и пересказать, он такой, да, не смогу, ребенок что это делает? Его задача оттянуть, как бы это вот, чтобы это не учить подольше, чтобы все оставить так, как есть. А задача родителя? А задача родителя, чтобы он его направил, чтобы ребенок начал учить, и родитель говорит, слушай, ну три дня, и ты не можешь выучить, слушай, тогда тебе вообще нельзя за компьютер садиться, ты понимаешь? Тебе надо, получается, вот если за три дня не можешь параграфы учить, то есть тебе надо прям сегодня выключать компьютер, начинаешь учить, и дай бог, к пятнице, следующей неделе на истории, ты сможешь выучить. Ребенок в этот момент, понимаете, смотрите, мы не кричим, мы просто, аргументы, которые нам дает ребенок, мы их вот так вот на стол вываливаем, и показываем, вот видишь, вот это долго у тебя, да, вот это долго. Проблема есть, двойки остаются, соответственно, что родитель говорит, ну тогда, слушай, тогда сегодня тебе уже нельзя за компьютером, тогда сегодня уже останавливаем, давай начинай, и к пятнице, ребенок в этот момент, да нет, мам, да ты чего, подожди, дай-ка я посмотрю, что там за параграф, что мы делаем? Смотрите, у ребенка безразличие сначала, к этой истории, к этим двойкам, мы включаем его ответственность, мы включаем, что он становится заинтересован, почему? Потому что у него идет ограничение в игре, и он начинает говорить, ой, мам, подожди, подожди, смотри, тут три страницы-то всего же, да это я бы, ой, это я, слушай, я-то подумала, здесь 20 страниц, да, ребенок что-нибудь будет плести там, вот, а родитель такой, а, три страницы, и что, ты хочешь сказать, что это ты быстрый? Мам, да конечно, да ты что, это мне один день посидеть, и я уже спокойно выучу, а, слушай, то есть ты уже этот параграф можешь рассказать в понедельник и получить оценку. Он говорит, да, понимаете, что мы здесь делаем? Первое, значит, сначала ребенок такой весь плавает, да, вообще неизвестно за что брать, мы все это сокращаем, родитель показывает, что надо, какой параграф выучить, что для этого надо сделать, да, то есть мы прям сузили вот этот вот, вот эту проблему, и мы показали ребенку пути решения, и опять не рассчитываем на то, что ребенок ничего не сделает, и он у нас сидит пятница, суббота, воскресенье, ничего не сделает, не делает, и смотрите, в понедельник приходит либо двойка, либо ничего, ребенок приходит домой, бежит за компьютер, а мама берет, и уже компьютер заблокировала. То есть мы уровень, скажем, жесткости, не жестокости, а именно жесткости, да, родительской, постепенно увеличиваем? Строгости. Строгости. Здесь не жесткость, потому что, смотрите, это ограничение, ребенок, вот смотрите, в чем мудрость заключается, это ограничение, ребенок может снять в любой момент времени, а наказания, о которых мы вот говорим, которые там, например, бить ребенка, наказать, Лишить чего-то надолго Мы там устанавливаем На два месяца без компьютера На два месяца без телефона Или там никакой поездки А здесь смотрите, что мы делаем Мы ребенку передаем ответственность Хочешь? Пожалуйста Закрывай, получай две пятерки, две четверки Получай, компьютер открыт, свободен То есть он на любой момент может прийти И включить компьютер Наш ребенок прибегает в понедельник домой Мама обязательно смотрит, что у него там по истории Если даже оценки нет Ребенок прибегает, мама уже С помощью компьютерных программ Она сразу же компьютер Ребенок не может сесть играть Она сразу же включает все это Чтобы ребенок не воспользовался Не может программами пользоваться Вытащила провод и убрала провод Если не может мама пользоваться Современными технологиями Ребенок прибегает, кидает порфель за компьютер Мам, что такое? Я не помню, компьютер не включается Иди сюда, сынок Ты помнишь, что мы с тобой обсуждали? Чего там? Чего там? Да он уже не помнит Он уже забыл этот разговор с мамой И мама такая Ну ты помнишь по истории? У тебя сегодня должна была уже оценка Мам, он начинает уговаривать Что-то там Да я не успел Да я хотел Сынок, к сожалению Уговор, да? Уговор Здесь от родителей требуются, конечно Вот какие качества? И вот здесь выдержка И вот здесь выдержка Знаете? Вот здесь, смотрите Почему я говорю Очень важно быть лояльным Когда мы только начинаем Понимаете? Почему? Потому что дети очень чувствительны К жизненной справедливости И у них вот эти вот предыдущие этапы Которые мы сейчас делали Да? Предыдущие моменты И ребенок такой Ну да, действительно Мы же договаривались Неделю я уже не делал Здесь я сказал, что я уже выучу И он воспринимает То, что он не может сесть за компьютер Он Ну да, я же договаривался Я же не выполнил И ребенок садится И ребенок садится делать И он подходит Он говорит Мам, я выучил Если история в пятницу И он подходит и говорит Мам, я выучил Слушай, история только в пятницу Хочешь? Вот Давай до пятницы И посмотрим, какая у тебя оценка будет И тогда Ну, соответственно Компьютер включится в пятницу Хочешь Я тебя сейчас проверю Погоняю по этому там параграфу Порасспрашиваю Если хочешь И тогда у тебя компьютер сегодня Вот Но если у тебя в пятницу нет оценки За этот параграф То тогда, сынок, опять Да, мы выключаем Такой тоже способ И родитель спрашивает по этому параграфу Ребенок рассказывает Родитель видит действительно, что он знает И он говорит Давай так Ты же можешь к пятнице забыть Какие еще действия Что будут повторить Ты готов ко мне Будешь в четверг подойти И ребенок такой говорит Да Понимаете Договариваться Да, все-таки искусство коммуникации Да Хорошо Как ни в коем случае Нельзя наказывать Нельзя ни в коем случае Наказывать Прикосновениями физическими Которые делают боль Любую боль ребенку Нельзя Ни подзатыльник Нельзя Ни по плечу его Ни толкнуть Ни ремнем Ни по попе Вот это нельзя делать Объясню почему Если такой есть в семье Значит Всегда к ремню Всегда к этим шлепкам Дергание детей за руку Всегда примешивается крика Это прям идет Вот Вместе Да У нас ребенок начинает воспитываться В хаосе То есть он не знает Как вот Как вот Как это исправить Да То есть Ну вот он получил там Плохую оценку Двойку Ему за это влепили Зачем уже вот это Исправлять-то все Понимаете Он начинает расти в страхе Я боюсь То мы говорили о деньгах Да То ребенок нацелен на деньги А здесь смотрите Что происходит Ребенок из страха Чтобы не Не получить по попе Не получить какое-то наказание Ребенок начинает учиться И это опять учеба Не говорит о том Что ребенок такой Все прям взял все учебники Это опять Умоляю вас Мария Ивановна В школе Поставьте мне Меня папа убьет Мама убьет Я вас прошу Понимаете Вот То есть физически Никак нельзя наказывать Почему еще добавлю Важный момент Здесь у ребенка Развиваются качества Агрессивность И трусость Жертвенность Она идет прям вместе Хоть противоположную Да Кажется Представляете Они прям соединены вместе Вот здесь в одной стороне Агрессивность Вот здесь вот жертвенность Ну трусость Да По-другому И знаете Что происходит Вот эта агрессивность У ребенка взращивается И она Применяется Только К близким людям И тем людям Которые находятся ниже Если наш мальчик Дослужился до руководителя Да Какого-то И все его подчиненные Он будет с ними Агрессивен Да Это будет жестокость Это будут какие-то Такое вот Все вот прям очень Жестко Да Да Но при этом Трусость То есть кто-то Чуть выше Если это учительница Если это руководитель То это все время Заискивание Это все время На задних лапках Да Потому что Это вот Параллель Да С родителем Что могут нападать Понимаете Сила есть Чувствует силу Как только почувствовал У человека Нету силы Будь то бабушка Да Дедушка То там хамство Там идет грубость Там не надо напрягаться И что-то Из себя Вот выжимать Каким-то хорошим Становиться Потому что он видит Не дадут сдачи Понимаете Не в таком Эмоциональном плане Да Не в физическом Понимаете Хотя сейчас Очень много зрителей Могут на это возразить Что ну ничего Вот нам в детстве Подзатыльник влепили Там мне влепил отец И я сразу все понял То есть целое поколение Ведь выросло Да Вот на таких подзатыльниках С кем-то это работало И давайте посмотрим На поколение Которое Ну да что уж там Я тоже сама росла В этом Да И изначально Как мы выходим Из родительской семьи Какими мы выходим Вот Что мы делаем Мы напрямую Особо никому Ничего сказать не можем Да Где-то побаиваемся Где-то трусим Да И вот между собой Да вот это вот там Маша там мне Вот сделала То-то-то Да А вот это вот Понимаете То есть идут какие-то игры Закулисные игры Нету смелости Решать вопросы напрямую Договариваться напрямую Да Если например Там взрослый человек Он работает И у него например Идет Его завалили работой Он будет ходить Приходить домой Говорить всем там Родственникам Что какой гад начальник Да И его там мучит Мучит Но чтобы пойти И поговорить И решить эту проблему Не готовы Это идет все из семьи И очень много таких Это я один пример привела Очень много таких Маленьких нюансов Где родитель раз Зажался И он боится Та же самая история С школой Казалось бы Почему все родители Сейчас так активно Значит Наш ребенок Должен стать отличником Он должен хорошо учиться Давай ему туда Презентацию делать Давай ему помогать Давай это Почему это идет Потому что Вот это ощущение Что ты какой-то Вот Недочеловек Как будто бы Ты вот Неуспешный И попытка В ребенке А вот А ребенок Это же мой ребенок Смотрите Пятерки Четверки Понимаете Свои какие-то амбиции Да Потому что у родителей У самого Самооценка низкая Если родитель Находится С чувством собственного Достоинства У него Нормальная самооценка Да То у него От того что у ребенка Тройки Четверки Он прекрасно понимает Тройки пошли У ребенка были соревнования Готовился к соревнованиям Или Прям весь месяц Гости приезжали Жили там Приехали братья и сестры Там месяц жили у них дома Он понимает А ну поэтому и тройки В основном игры то были Ничего подтянется Понимаете Здесь как раз и проявляется То что Вот этими вот Подзатыльниками Вот этими всеми Криками Вот этими толканиями Шлепками Ремнями Как раз и Убрали самое Такое важное В ребенке Чувство Я ценен Я важен Меня никто не может обидеть Понимаете Это вот Это самое дорогое Поэтому я призываю Отказываться От физических наказаний Потому что есть способы Есть способы Как воспитывать по-другому Давайте сейчас Как раз уже Заканчивать На этих позитивных Хороших способах Вот как правильно Хвалить Ребенка Чтобы он во взрослом Возрасте Да Уже Был вот этим человеком С чувством Собственного достоинства Со стержнем И Ну скажем Лучше Был лучше Чем родители Я кстати Катерина хочу сказать У меня сейчас книга выходит И я там вот подробно Об этом напишу Да То есть Что мы делаем Если мы отказываемся От физических наказаний От От ремня От крика На ребенка И мы вводим Как раз очень мощный Такой инструмент Как вот Хвалить ребенка Это основа Обратите внимание Ребенок у нас Только вот Только вот он значит Перестал быть грудным И он начинает ходить Первые шаги И мы все ему Ты молодец Как ты здоров У нас все время Все на таком вдохновении Мы все время Подмечаем его успехи Да Заговорил Загулил Да Еще какие-то слова сказать У нас все время Такое То есть самой природой Заложено Что ребенок Тянется к тому Что Родители восхищает Смотрите У нас было поломано Долгое Долгое количество Времени Долгое количество Лет Была поломана Система воспитания И мы ушли на то Чтобы показывать Что критиковать Да То что у ребенка Не получается плохо Сейчас Когда мы уходим От физических наказаний Сильным инструментом Становится Хвалить ребенка И смотрите Как это делается Очень важно Хвалить не только За результат А хвалить За сам процесс И начинается Это с самых-самых Вот Вот только ребенок Рождается Он у нас уже Первые рисунки И каляки-маляки И когда мы На эти каляки-маляки Смотрим И мы говорим А там вообще Ну вот просто Вы знаете Вот Ну рисунок некрасивый Ну что может Ребенок сделать Да Просто вот какие-то Черточки А когда мы Обращаем внимание Не лжом А как правило Родители лгут Они же говорят Ой красивый рисунок Ой красивый Да у нас у ребенка Самооценка такая становится Что он считает себя Просто королем Да Многие родители думают О хвалить сейчас будут И начинают так хвалить И ребенок вообще просто Вот он Других вообще Никак не воспринимает Детей Взрослых А здесь Очень важно Опять обращать внимание Ты сейчас рисовал Ты сидел Там братья сейчас рисуют Братья например Сейчас смотрят мультики Можно да Сравнить Что можно время потратить На что-то другое На что бы родитель Не хотел тратить А сказать Слушай А вот эта линия У тебя такая плавная А сложно было рисовать На сам процесс Обращать внимание А карандаши Ты по какому принципу Выбирал А сложно было Вот эту линию вести Да То есть чувство Ощущение Ты так долго рисовал Можно если родитель Хочет чтобы он Подольше рисовал Да То есть все время Мы у нас У идет У ребенка Мотивация К Да На этой позитивной ноте Мы скажем им спасибо Я думаю что у нас еще Очень много С вами тем для разговора Это не последнее Наше с вами интервью Спасибо вам большое Это была рубрика Надо обсудить У нас в гостях Сегодня была семейный И детский психолог Татьяна Ночкина Меня зовут Катерина Рукавичникова И наше интервью Это не пустые разговоры А повод Для размышлений Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok